Всем привет! Вы на канале SEO Quick и в этом видео я отвечу на вопросы наших подписчиков и запишу ролик, в котором расскажу в чем продвижение в Яндекс отличается от продвижения в Google. Так ты же уже записывал на эту тему ролик. Точно! Точно! Я уже записывал вот именно вот этот ролик, ссылочка на него в описании. Но с того времени прошло уже действительно много времени, что изменилось. На что нужно обратить внимание? Я сделаю некий обзор новостей Яндекса и скажу, в чем до сих пор продвижение в Яндекс отличается от продвижения в Google. Это будет часть 2 нашего ролика. Да, мы знаем, что Яндекс кардинально отличается от Google. Функциональные отличия идут и в методах распознания микроразметки. Ну и самое главное, конечно же, в самом подходе обновления поисковой базы. Если Google это делает практически непрерывно, то Яндекс выкладывает этот апдейт порциями. И Google прекрасно понимает JavaScript и рендерит вашу страницу, реально визуально ее изучая, и учитывая ссылки скриптовые, то, как говорит Яндекс, это делать не умеет. И, конечно же, информацию Google воспринимает с множества других сервисов, которые с ним аффилированы. Тот же Аналитика, сам браузер Chrome, YouTube, Android, операционная система получает гораздо больше статистики. А у Яндекса свои источники получения информации. Это Яндекс.Метрика, Яндекс.Сервисы, Яндекс.Браузер. И, конечно же, они отличаются, и сборы данных аналитических отличаются, и это будет влиять на поисковую выдачу. И об этом уже говорил Дмитрий Севальнев в своем ролике. Ролик классный, советую сходить посмотреть. Он очень детально разобрал отличия, именно функциональные. Но я хочу именно уделить внимание в этом ролике, не пытаться повторить его ролик, а дополнить информацией то, что Дима, возможно, не рассказал. И кое-какие моменты, которые появились сейчас в Яндекс.Вебмастере, о которых вы, возможно, не знаете. Какие же фишки из ролика Дмитрия Севальнева я рекомендую вам извлечь? В первую очередь, это то, что поведенческие факторы кликабельные, вид рвут действительно топы. Сайты, у которых высокая кликабельность в поиске, в Яндексе имеет первостепенное значение. И это действительно факт. И у Гугла, на самом деле, я тоже не буду спорить, здесь в этом тоже исходство. Брайан Дин говорил, прямую зависимость между CTR и позицией. Но у Яндекса с этим вопросом, как говорится, есть и вторая причина, которая может повлиять. Это, конечно же, поведенческий фактор. Поведенческий фактор имеет колоссальный до сих пор эффект и накрутка PF, то, с чем Яндекс до сих пор не умеет бороться. Второй момент, это, конечно же, оптимизация, так называемый, текста и отдельных зон вашего документа. Вы должны учитывать, очень важно, вхождение ключевых слов в title. Первое ключевое слово должно быть однозначно в title, в h1. Обязательно нужно прописывать регион для коммерческих сайтов. Желательно в title, либо в description обязательно учитывать регион. И в контенте это тоже должно встречаться. И очень важно у VG запросов, VG это все, что выше нескольких сотен, оно должно идти в точном вхождении. Причем несколько сотен для VG имеется в виду в точном соответствии. Если же запросы являются средне- и низкочастотными, точное вхождение, наоборот, мы не рекомендуем. Ну и, конечно же, Яндекс хорошо понимает русскоязычный сегмент. Русский язык для него родной, в отличие от английского для Google. И он прекрасно понимает значения разных слов и аббревиатур. Со словариком у Яндекса все хорошо, и он хорошо понимает именно русскоязычный запрос. Google не отстает и сейчас хорошо догоняет русскоязычный сегмент, но я говорю, что Яндекс его понимает все равно гораздо лучше. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что Яндекс регулярно следит за текстами, следит за переоптимизацией и, конечно же, постоянно уделяет этому огромное внимание. В тремя как Google вам не сообщит о том, что он проводил какие-то текстовые пессимизации вашего ресурса или тому подобное. И, конечно же, кладя всей информации, которую мы можем извлечь, это, конечно же, Яндекс.Вебмастер, в котором можно увидеть все, что внедряет сейчас Яндекс в поисковой выдаче. В первую очередь, кое-что изменилось для именно интернет-магазинов. Теперь Яндекс четко разделяет интернет-магазины и контентные сайты. И интернет-магазинов кое-что изменилось в подаче информации. То есть, если для интернет-магазинов теперь нужно делать отдельные турбо-страницы, для товаров так же нужно делать отдельные турбо страницы для контента который располагается на нашем сайте об этом он сообщил непосредственно на блоге яндекса для вебмастеров новые опции для управления удобного управления и легкого дизайна разделим управление контентными сайтами и конечно же магазинами теперь появились разделы турбо страницы для контентных сайтов и turbo страницы для интернет магазинов если мы зайдем непосредственно в яндекс вебмастер мы увидим такие разделы и здесь мы можем увидеть источники допустим для контентного сайта это используется портпольо и articles и для интернет-магазина можно посмотреть свои источники здесь фиды товаров которые подключаются точно также через яндекс маркет через eml файлы для конкретных рубрик товаров и все турбо страницы генерируется попросту через eml и это очень удобно потому что огромные списки товаров турбо страниц вы можете залить сразу для интернет-магазина попросту из яндекс в мастера и здесь seo делается на уровне нормального такого на этим маркетинга вы создали фид для яндекс маркета и сразу же этот фид скормили в соответствующий раздел турбо страницы для интернет магазина если же у вас контентный блог вы зашли в турбо страницы для контентного сайта и настроили источник на конкретные страницы вы можете делать через загрузку через api для огромных сайтов где нужна пакетная загрузка либо rss там если до 100 страниц на сайт то есть вот или 1000 элементов при каждом обходе rss это для контентных сайтов какое у вас количество страниц используемых в rss ленте пожалуйста пользуйтесь либо получаете токен api либо через rss подгружаете все ну и конечно же проверяете если у вас есть какие-то ошибки то конечно же проверяйте где у вас ошибки фида вот слишком много картинок соответственно нужно производить отладку тех же самых видов и дорабатывать их непосредственно уже либо программно либо яндекс в мастере вот и того что в итоге вы получаете в итоге вы получаете отлично оптимизированный сайт для яндекса благодаря всего лишь двум движениям мышки мягко говоря в яндекс в мастере и мы рекомендуем обязательно настраивать дизайн магазина для turbo страниц здесь вы можете в блоге ссылочку на блог я конечно же оставлю в описании где настраивается минимальная стоимость для заказа для удобных продаж как вы видите можно указать конечно же о полный дизайн turbo страниц все это делается непосредственно в настройке допустим вот здесь мы сейчас зайдем настройка и вот здесь вот мы можем посмотреть шапкой логотип для интернета для контентных страниц мы еще зайдём настройки здесь и вот оно все здесь настраивается короткое описание интернет магазин здесь можно выбрать цветовую гамму надо посмотри какая цветовая гамма использовалась у нас здесь и конечно же мы посмотрим пытаемся скопировать туда же так шапка и логотип а у нас здесь цвета нет фиксировать шапку при покрутке сохраним и давайте попробуем выбрать здесь цветовую схему конечно же оранжевый надо найти допустим как найти цвет своего формата пусть мне надо найти оранжевый оранжевый код цвета вот допустим вот мы его копируем наш оранжевый возможно это не совсем точно оранжевый но мы его сейчас вот так вот скопировать все кнопки ссылок так и чего мне не приводит а нет он все нормально то есть пример иконок почта самовылаз цвет указан неправильном формате а ну да sorry вот он стал оранжевым цвет кнопок и ссылок логотип надо тоже изменить цвет то есть синий а это вот она здесь меняется цвет кнопок цвет пейджика ну уже нормально уже выглядит стильно кнопочки оранжевый как положено то есть мы сейчас вы полностью вернули как бы сделали фирменный стиль для интернет-магазина в turbo страницах turbo страницы напоминаю сделаны для того чтобы на слабых устройствах в яндексе сайты открывались без потерь качества но при этом сохраняли свой функционал и показывали нужный контент сделать это можно если вам программист создать фид для товаров и фид для новостей и фиды для товара фиды для новостей позволяют настроить вам полноценный интернет-магазин буквально открывается даже не знаю на консервной банке которая имеет android и в этом плане действительно яндекс идет по пути не усложнения гаджетов а по упрощению выдачи контента в поисковой системе это довольно таки ну другой путь как говорится google пытался делать через амп но в амп интернет-магазина вы практически не встретите они идут по пути мобильных приложений яндекс же идет по пути упрощения подачи контента пользователю чтобы он тратил меньше трафика чтобы ему было удобнее работать и получал весь необходимый контент в этом плане конечно же это реализовано я так сказал немножко удобнее и настраивается все достаточно просто подключаем фиды настраиваем дизайн настраиваем все страницы доставки оплаты настраиваем веб-аналитику прописан пользовательские соглашения прописываем доступа если нужно и каталог прописываем наших товаров которые нам нужны просто действительно просто всем рекомендую настроить если у вас интернет магазин и вы работаете в яндексе обязательно сходите настроить себе подключить фид если вы это сделали напишите в комментариях что николай твое видео помогло я хочу увидеть действительно кому это видео действительно поможет и едем дальше второй момент который я бы хотел чтобы мы с вами обсудили это новый раздел яндексе который называется представление в поиске я об этом записал отдельно подкаст который можно послушать на нашем канале где рассказал про этот интерфейс и собственно что в нем находится я не буду повторять слово в слово что я там рассказывал можете послушать в общих чертах я просто скажу как получить те или иные знаки которые находятся в этом разделе представление в поиске находится в яндекс веб-мастере между индексированием и разделом ссылки по умолчанию это действительно похоже на статью как я говорил в подкасте но это не статья здесь она имеет так называемые визуальные интерфейсы и здесь можно увидеть статус подключения вашего сайта в представление в поиске у любого другого сайта она может быть разным то есть если мы зайдем на любой сайт давайте допустим на вот этот сайт зайдем мы увидим допустим что у него заполнены не все поля и это видно какие страницы у него не реализованы то есть если допустим зайти на любой из ресурсов можно посмотреть на каком этапе какой сайт находится в каком состоянии ну и конечно же если же вас интересует так это как заполняется эти поля я рекомендую посмотреть на примере этого сайта у которого большинство полей уже заполнено кроме парочки нескольких как вы видите все поля по умолчанию заполнены как я понимаю не все поля можно получить но статус как говорится сайта оптимизированного в яндексе можно увидеть по вот этому чек-листу чек-лист заключается в том что первое нужно получить тот самый колдунчик turbo страниц для этого нужно настроить говорится сам этот колдунчик который позволяет настроить вывод turbo страниц который вводит слайдер turbo страниц на мобильной версии и как говорится если в выдаче есть не менее двух релевантных turbo страниц по запросу то они выводятся вот в мобильной версии по запросу сразу то есть можно увидеть как это выглядит у одного сайта то есть она выводится сразу вот таком формате и загружается интерфейс turbo страниц которым можно полистать результаты сразу со смартфона не переходя на сайты а посещалочка то вам то засчитывается вот но поэтому сделать его несложно подключаете turbo как я рассказывал для контентных сайтов обязательно этой касается колдунчик скорее всего больше контентных сайтов и говорят что он уже отображается в полной версии сайта вот выглядит это вот так как вы видите вот можно посмотреть в яндекс блоге они это полностью прописали то есть вот он выводится в виде нескольких сайтов в виде визуального блока что у нас еще новенького это блок организации здесь очень просто нужно проверять если ваша компания в яндекс справочнике проверяете ее непосредственно заполнена она если она есть вас компании так это компания недоступа так что давайте какую-то любую зайдем давайте вот зайдем вот на мебель легко и смотрим что подключено что не подключено какие сервисы подключаете тут можно там приключить рекламу но самое главное заполнять следующие поля нужно в яндекс справочники заполнить все данные компании заполнить все что здесь вы видите ну реально если у вас есть вот здесь из реально заполните все я могу на показать на примере нашего сил квика и вы увидите сколько всего на самом деле можно заполнить в справочнике вот справочнике яндекса можно сколько заполнить полей только по для того чтобы вот показываться как следует то есть вы заполняете данные чем занимается компания можно написать все ссылки на все на ваши сайты все соцсети телефоны как пишется ваша компания на разных языках указать ее реальный адрес зайти посмотреть фотографии заполнить фотографии конечно же фотографии нужно дополнять потому что они тоже красиво отображаются в выдаче вот публикации видите публикации да и честно бывает не успеваем публикации не ведем в яндексе хотя надо возвращаться к этой теме работайте с отзывами люди оставляют отзывы на них нужно отвечать то есть на как говорится на всех отзывов нужно тоже вовремя реагировать яндексе у нас не самая популярная карточка поэтому отзыва у нас там немного конечно же можно загрузить прайс-лист товаров который позволяет загрузить файл но как говорили загрузка файла времени доступно но можно подгрузить товары непосредственно в виде отдельных карточек видео услуг например прописать конкретные услуги так изменение это раздел который отображает само изменение и конечно типа что менялось в данный момент по сайту можно увидеть что саппорт что-то добавлял то есть подтверждал данные которые мы вводили ну и вот собственно можно увидеть что да информация подтверждена владельцам если все это верифицированной подтверждено владельцам то есть вами любые изменения подтверждены то конечно же это потом позитивно сказывается на выдаче вас в яндексе как это проверить вбиваем яндекс заходим в него и вбиваем допустим наше название компании яндексе слишком много рекламы что я промахиваюсь и вот мы видим все квик правда выводит youtube почему потому что по умолчанию стоит у меня гео москва а если я сейчас укажу одесса он конечно же покажет мне это все равно выводит нас в таком формате а если вот по-русски убить должен быть не они выводят нашу карточку он выводит ее в таком формате отдельно карточку по организации нам не выводит на мобильной версии если посмотреть сайт выглядит вот так обратите внимание у нас картинкой выводится наш логотип по этому поводу я тоже расскажу детально дальше заметьте в яндекса кое-что изменилось поисковой выдаче я ввожу название компании и он вводит дополнительные слова зачем это нужно это так называемые поисковые подсказки теперь поисковые подсказки строятся сразу здесь если вы хотите оптимизировать свой сайт собирайте эти поисковые подсказки и учитывайте что с мобильной выдачи пользователи реально могут кликать по этим подсказками и сразу будет формироваться более длинный запрос и если ваша страничка не оптимизирована под подсказки то вы рискуете провалиться выдачи но мы говорим сейчас о карточке и можно увидеть что вот если перейти на саму карточку так он на саму карточку не переходит она сама на на карте перейти запускается сама карточка и здесь можно увидеть всю информацию то есть пользователь может перейти и увидеть вот эту отметочку той самой галочки которая нужна это мы посмотрели и идем назад поэтому организация может выводиться как сбоку полноценно для сайтов организаций и выводиться вот в выдаче то есть seo quick если спросить studio seo quick кстати интересно если спросить в яндекс именно в таком формате по идее он должен показать нас не канал а именно seo quick studio нет все равно показывает канал показывает наш youtube как самый популярный вы обратите внимание что есть разные галочки из галочка коронки это выбор пользователь из галочка огонька популярный сайт есть еще так называемый сайт официальный это подтвержденный профиль это просто подтвержденный профиль допустим мы если мы возьмем правительство рф нет ну так и подтвержденный профиль показывает почему-то раньше отображался еще специальный значок который назывался официальный сайт но сейчас показа только подтвержденный профиль все эти значки на самом деле можно посмотреть тоже в яндекс вебмастере они показываются в качестве сайта показатели качества можете посмотреть какие значки можно получить можно получить значок популярный сайт выбор пользователя да все верно популярный сайт и выбор пользователь а галочку верифицирован это если вы в карточке подтвердите всю информацию популярный сайт это тот самый значок который зависит от того насколько пользователи активно взаимодействовали с вашим сайтом выбор пользователей это если лояльный пользователь это имеется ввиду отзывы люди часто возвращаются люди рекомендуют ваш сайт то есть принципе он получается за счет ссылок и за счет естественных формируемых ссылок на ваш сайт и отзывов на всевозможных ресурсов https это понятно об этом даже говорить не стоит ну и турбо страницы получается если вы настроили просто эти два раздела с турбо страницами это довольно таки просто едем дальше если с карточкой все у нас понятно то переходим к следующему разделу так называемой новости по поводу новостей я писал большую статью она называется продвижение 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 с сми сейчас мы найдем так я так на и душу долго не искать продвижение новостного сайта есть такая статейка в которой я рассказывал как добавлять сайт яндекс новости вы можете просто зайти по почитать по инструкции и конечно же добавить сайт яндекс новости вот очень просто отправляете письмо ночью хочется добавить сайт яндекс новости пишите кому надо и tips получаете свой результат точно также стать партнером яндекса можно перейти по этой страничке почитать условия сотрудничество ну и конечно же написать в службу в поддержке и написать письмо то есть стать партнером подать заявку вот она собственно здесь эта заявочка и подается на этом сайте все просто на есть можно делать письмо можно делать как говорится через сайт но и помните что могут отклонить заявку без объяснения причин почему поэтому не стоит спамить заявками пишите редко подготовьте сайт технически и только потом отправляйте заявку тогда вы станете партнером новостей ваши новости будут отображаться в блоке яндекс новостей следующий момент это сниппет тот самый title и description делается просто ваша цель правильно прописывать title и description для этих целей у нас есть обалденная утилита который вам следует познакомиться называется веб-сайт аудит при помощи этой утилиты можно много чего сделать проанализировать ваш сайт проанализировать его на title проанализировать на description мы сейчас выберем какой-то из проектов которые я делал совсем недавно и посмотрим его результаты надо было правда проект поменьше открытий давайте откроем проект на дому утилита сайта позволяет сканировать с весь сайт либо проверить свой список сайт страниц которые вы скормите и она анализирует title и description и для страниц и позволяет их дорабатывать утилита сейчас активно разрабатывается я в нее планирую внедрить текстовый анализ анализ поисковых запросов сравнение контента с поисковым запросами она будет предлагать пользователю выбрать слова которые нужно будет прописывать непосредственно контенте как вы видите она показывает сейчас ключевые слова показывает title description можно посмотреть все рекомендации которые тут есть и изучить что конкретно мешает продвижению сайта какие поля то есть какие какие пункты однозначно мешают продвижению то есть можно еще здесь явно нужно использовать цифры и используя желательно эмоджи то есть специальные символы очень хорошо description действительно работает эмоджи и точно так же хорошо выдерживать длину в title же ситуация да тот не должен быть слишком длинный 50-60 символов цифры должен увеличивать однозначно ctr это известно добавление года добавление чего угодно добавление там ценника добавление там ну любых пунктов там сроков там там за 24 часа тоже прекрасно работает люди видят цифры люди любят цифры вот и каждое слово с большой буквы это действительно очень важно главный ключ первые слова с большой буквы предлоги не обязательно именно главные слова тоже прекрасно работает привлекает внимание и люди это на это ведутся люди это видят это все кликабельно все нужно с этим бороться и утилита сканирует если есть дубли тайтлов говорит что есть дубли тайтлов это функционал сейчас тоже пока в бете он внедряется скоро будет доступен всем вам и позволяет сканировать сайт просто в режиме онлайн бесплатно закинули список страниц проанализировали получили результат и работаете с этим это очень удобно возвращаемся к нашему вебмастеру и понятно с favicon фавикон устанавливается очень просто вы можете зайти в справку яндекс посмотреть как ставится favicon изучить технические требования его нужно загрузить в корень он может быть доступен к индексации не закрыт в robots для яндекса robots это директива а не рекомендация и вы если закроете его случайно что-то закройте случайно в robots вы закроете его для яндекса напрочь google может плюнуть и обойти для него это как говорится всего лишь рекомендации вот и конечно же проверить favicon выдачи можно без проблем то есть и можно даже посмотреть там тестирование там иконок можно apple touch icon для iphone то есть можно посмотреть как делается ну и конечно же настраивайте заливаете в корень проверяете иконка очень важно вот по поводу знаков я вам уже говорил это как бы немножко касается исправочника но многие вещи можно получить благодаря тому что вы будете работать официальный сайт получить вы попросту ну как бы именно значок официальный сайт на самом деле называется подтвержден данные подтверждены не совсем как бы знак официальности он переименован на самом деле он подтверждена владельцам это значит что сайт подтвержден это значит что у сайта из turbo страницы это значок значит что сайт популярен для пользователей и конечно же сайт с огоньком это сайт который вы так называемый то есть активно активно посещается аудитории по поводу https отображением выдачи выводится в виде того самого замочка перед выдачей и это сразу можно заметить в яндексе очень такой популярный элемент сейчас сайтов без как говорится замочка вы практически не встретите на удивление и это так оно и есть потому что сейчас https является основным протоколом защиты данных едем дальше и видим картинки для того чтобы выводить такую красивую картинку выдачи для этого например вот если мы можем ввести видите выводится везде картинка везде чтобы это сделать нужно все очень просто нужно просто поставить на главное изображение микроразметку имидж обжект имидж обжект специальная микроразметка которая ставится на изображение помните изображение должно быть квадратным учтите у яндекса к этому особый пунктик кого и либо она его обрежет поэтому можем посмотреть как она выглядит вот она его и обрезала микроразметка имидж отжиг мы сейчас проверим так нет не так смотрим кластур боем и штурм и между боксор смыкран сравниваем и смотрим забавно здесь микроразметка не установлена но это значит только одно что яндекс эту микроразметку может вырывать сам этот вопрос на самом деле не задавали наши клиенты и говорят я хочу показываться чтобы моя картинка показывалась в выдаче и мы раньше находили то что действительно не было четкого требования как сделать так чтобы вот ваша картинка отображалась в поисковой выдаче но решение недавно появилось в самом яндексе в яндексе появилась непосредственно в справке ставится микроразметка имидж обжект на изображение вот поддерживаемая поля которые нужно прописывать так называемый тамбнейл вот этот самый тамбнейл нужно четко прописывать для изображения и таким образом и выводится этот тамбнейл на изображение на картинке примеры микроразметки можно посмотреть в справке мини пук залезает на дерево ну и едем дальше быстрые ссылки если вы хотите чтобы быстрые ссылки выводились вам нужно провести ряд манипуляций связанных с апостемизацией тайтлов и дискрипшенов для этого вы можете изучить справку яндекса и посмотреть что для того чтобы тайтл и дискрипшен у вас максимально соответствовали контенту тайтл должен в первую очередь начинаться также как и h1 который соответствует этой странице эти страницы должны быть находиться в принципе в корневой папке главной страницы наши быстрые ссылки по умолчанию чаще всего выводится для этих целей если же вам нужны быстрые ссылки для конкретных статей то конечно тут надо прописывать правильно заголовки h2 и анкоры содержания h2 которые используются в вашей статье допустим если мы возьмем заработок в интернете без вложений по идее мы должны будем найти нашу статью она у нее быстрых ссылок и здесь нет к сожалению да и в принципе вот можно увидеть вот на примере с а это реклама сори эта реклама а больше нигде не видно в статье не вижу быстрых ссылок и эта реклама ну как мы видим хотелось бы увидеть но мы не видим мы видим только вот наш сайт у которого есть содержание которое соответствует четко заголовку то есть кто может зарабатывать вот такой принцип нужно преследовать когда вы делаете внутренние ссылки то есть заголовок должен быть как-то заанкорен но яндекс эти с сожалению быстрые ссылки не видит вот и быстрые ссылки которые видны на самом деле имеется ввиду данный момент яндексе это когда вы вбиваете брендовый запрос чаще всего это выводится только для брендовых ссылок это вот те самые ссылки которые выводятся здесь по умолчанию он выводит их сам но вы их можете отредактировать и отредактировать их конечно же можно прямо в яндекс вебмастере выбрать свой сайт и конечно посмотреть быстрые ссылки так они у нас ссылки они у нас вот находятся в информации о сайте вы можете решать какие показывать какие не показывать каких скрыть пускай он поищет еще то есть по умолчанию значит вот можно сортировать по весу можно сортировать по урлу по весу это по внутренним перелинковка внутри всего сайта они сортируются по урлам понятно они просто сортируются по алфавиту можно увидеть как она будет выводиться в выдаче это довольно просто смотрим что еще изменилось для показа для товаров понятно говорил подключаем микро разметку интернет магазин и показываем товары списке товаров работает аналогично подключаем turbo страницы ну и понятно что рейтинг телефона адрес делается все через справочник вроде бы все нет еще не все следующее что появилось в яндексе и так называемое отслеживание трендов насколько ваш сайт как говорится находится в трендах по отношению к вашей тематике как на это посмотреть заходим в яндекс поисковые запросы выбираем тренды выбираем все устройства которые нам нужно оценивать выбираем нужную группу и конкретную подгруппу я выбрал у себя продвижение сайтов и вот динамика трафика в стороне сайтами выбранной тематики на основе переходов из яндекс поиска то есть это динамика количество переходов из поиска на ваш сайт и на группу сайтов выбранной тематики как говорится все данные формируются по собственной статистике поэтому тренды это то о чем можно позволить посмотреть то есть сравнение поискового трафика вашего сайта и похожих сайтов то есть вы можете понять насколько вы отстаете либо вы действительно в тренде идете вровень со всеми то есть и собственно тут показывается как рассчитываются показатели для этих цифр ну и соответственно если заметили спад посещаемости за последний месяц если спад идет и по всему тренду значит это сезонный спад если видите что в тренде плато а спад пошел у вас значит у вас какие-то проблемы и действительно то есть если ваша линия то есть если линия на мой сайт проседает а линия сайта выбранной группы идет вверх то скорее всего изменения на сайте повлияли на эти показатели то есть изменение количество кликов связано с понижением позиции сайта по конкретным поисковым запросам и что мы видим мы в целом видим что я яндексом не занимался до 9 декабря 19 года затем начал активно заниматься работать с яндексом в мастерах и фактически за весь год трафик по яндексу у меня был выше чем все сайты подобной группы почему на самом деле мы активно начали вести блог я начал активно пиарить вконтакте но сейчас пока был отпуск я немножечко затихну сейчас я вернусь и буду снова как говорится в тренде и как это делается очень просто нужно просто периодически следить и проверять свой сайт на предмет потенциальных ошибок точно также можно проверить любой другой сайт и посмотреть как он себя чувствует то есть это непосредственно выглядит разделе тренды ну и нужно выбирать конечно же услуги для бизнеса скорее всего ты выбираем допустим вот январь допустим 19 года выбираем и смотрим и смотрим действительно отличие кривых посещаемости по ресурсу и можно увидеть что в целом ниша тренда она себя привязана к выходным дням поэтому детализацию лучше делать по неделю чтобы у вас не лихорадило от этих лесенок и можно смотреть что допустим в те дни когда вот ваш сайт проседал да условно говоря была причина то есть нужно искать причины что происходило в эти периоды когда сайт был просадки и когда он был в трендах то есть и работать с этим то есть почему была просадка почему сейчас этот провал почему сейчас застой а эту всю информацию можно смотреть то есть если у вас проблема вы ищите проблему все у вас косяки или не все это можно зайти посмотреть тренды и будет видно где в SEO у вас прошла просадка а где просадка была связана с тем что ниша в данный момент вся целиком проседает это действительно удобный отчет про который даже в гуле не очень удобно совмещать данные. Яндекс в этом плане чуть-чуть впереди. Также из недавних новостей хочу сказать, что Яндекс отказался от раздела товары и цены в угоду турбо-страницам для интернет-магазинам. Раньше товары и цены можно было добавить в Яндекс в мастере. Год назад я всем клиентам это настраивал и делал. Это делалось буквально в пару кликов и требовало всего лишь подключения Яндекс маркет фида. Яндекс переосмыслил это и теперь функция товары и цены, как говорится, теперь недоступна. Если перейти в представление в поиске, теперь уже рассказывается, что товары и цены не работают, то есть не будут показываться на поиске, то есть и если вы хотите найти, ой я хочу чтобы цена отображалась там типа как раньше, как это сделать, а почему я не могу это сделать, уже нельзя в Яндекс в мастер заблокировал эту возможность. Ну в принципе мы в подкастах Яндекс также расскажем вам про кладбище сервисов Яндекса, они много чего закрывают и много чего нового открывают. Из недавних изменений, которые появились в Яндексе, это ускорение обхода сайта по счетчикам Яндекс метрики. Например, вы понимаете, что пользователи посещают ваши сайты, а индексация идет его и обновление контента идет его нерегулярно. Вы можете подключить обход под счетчиком, это делается в разделе индексирование, обход под счетчиком, подключайте счетчик и смотрите примеры страниц, как обходит счетчик Яндекс метрики и как вот он прошелся за допустим за последнее время. То есть можно посмотреть какие страницы в каком формате счетчик обошел и это которые помогли попасть в результаты поиска. То есть если есть не публичные, вы сразу можете проверить их и закрыть. Это очень удобно, потому что вы можете сами походить по этим страницам и если видите, что они попадают в индекс, сразу же их проверить и закрыть их вручную, установив соответствующий тег. В этом плане конечно это реализовано очень удобно. Также изменился и отчет по ссылкам в Яндексе. Он стал более наглядным и позволяет посмотреть множество важных данных. Например, на нашем сайте можно посмотреть какую долю ссылок допустим не имеют x показателя качества сайта индекса, либо имеет низкий показатель x, какое количество доминов и соответственно можно посмотреть какие ссылки имеют гораздо больший вес и больший x. Делается это при выборе соответствующей диаграммки. TLD это окончание домена. Сколько ссылок с доменом RU, сколько ссылок с доменом FM, сколько ссылок с доменом COM, сколько ссылок с доменом UA и так называемые NET и другие. Что удобнее смотреть? Теперь появилась кнопочка группировать по сайтам и позволяет посмотреть ссылки, которые ведут на ваш сайт. Также можно вывести только неработающие и таким образом можно увидеть неработающие ссылки, которые ввели на конкретной странице вашего сайта. И зачем это нужно? Чтобы сделать конечно же редиректы. И если перейти допустим на эту страничку, она должна вот сейчас выдать нам битую ссылку и эти ссылки конечно же нужно скачать и проанализировать и передать контекст менеджеру для того, то есть контент менеджер для того, чтобы он исправил эти ссылки и на сбитых на редирект на соответствующие страницы. Поэтому здесь на что мы хотели бы обратить внимание, много чего удобно смотреть в Яндексе для того, чтобы проверять насколько хорошие ссылки на вас ведут, вы можете проверить, изучить их сразу по нужным показателям и работать с ними непосредственно. Например, если у нас нужно отгруппировать по сайтам, можно посмотреть с какого домена, какое количество ссылок на нас идет и можно сразу же посмотреть, какие куда ведут. Например, вот с Netology 8 ссылок можно посмотреть на какие страницы ведут, с каких сайтов на нас делали ссылки. Очень удобно, можно сразу смотреть хорошие ссылки, плохие ссылки, можно сортировать их по иксу и решать хороший это сайт или плохой сайт и что с ним нужно делать. В целом это часть 2 нашего продвижения в Яндексе. Если вам понравилось подписывайтесь на наш канал, не забывайте нажать колокольчик и следите за выходом всех новых видео. Также я готов обсудить в комментариях еще какие-то фичи, которые вы заметили, что изменились в Яндексе. Возможно там с поисковой выдачей мы обсудим в следующем ролике. И не забывайте слушать меня и Алену на подкастах и до новых встреч!